Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Прежде чем мы начнем это видео, я хочу поблагодарить каждого из вас за всю вашу позитивную энергетику, которой вы делились со мной на протяжении недели моего отсутствия. Мне действительно очень приятно. Конечно, хочется извиниться за то, что я вот так исчез без новых видео и без нового контента. Дело в том, что хотя мне стало лучше, я до сих пор болею и так серьезно я не болел уже давно. Что-то очень жесткое подцепил. Чувство, будто кто-то душит тебя за горло и ты задыхаешься. Я понимаю, так надолго исчезать это роскошь, которую мы, криптокреаторы, не можем себе позволить. Но у меня просто не было выбора. А теперь к позитивному. Очень много хороших новостей. Апрель, очевидно, будет очень хорошим месяцем для криптовалют. Особенно для NFT токенов и игровых криптовалют. Сегодня мы поговорим также о Ripple XRP, о новой ниши в индустрии, которая вот-вот начнет хайпить. О грязной энергетике и о том, кто обогнал биткоин. И почему мы все еще находимся около истоков, а значит инвестировать в биткоин не поздно. Если тебе нравится такой контент, не забудь поставить лайк. Мне очень приятно, а каналу помогает расти. Давай наберем хотя бы 5000 лайков. Итак, начнем с новости дня. Виза планирует разрешить партнерам проводить транзакции с помощью криптовалюты. Виза разрешит оплачивать транзакции с помощью стейблкоина USDC через платежную сеть визы. Мне вот интересно, как они будут решать вопросы слишком дорогих комиссий. Очевидно, мы об этом узнаем немного позже. И скорее всего, это решение будет связано с Ethereum 2.0. Соответственно, делаем вывод, что это событие хорошо повлияет на курс эфириума на долгосроке. Хотя, кстати говоря, и на краткосроке он тоже вырос на почти 18%. Виза объявила, что будет сотрудничать с биржей Crypto.com, которая, кстати, и пластиковые карты для криптовалют выпускает. На данный момент стандартный процесс визы требует отправления фиатных валют банковскими переводами, что увеличивает стоимость и сложность транзакции, очевидно. Поэтому решение визы интегрировать USDC и, соответственно, блокчейн эфира не лишено смысла. Я считаю это неизбежной эволюцией. Кстати, интересно, что на эту новость отреагировал ростом не только эфир, но и его так называемые убийцы. Полка Дот, Кардана и другие. Теперь перейдем к грязной энергетике. 90% майнинга биткоина, по словам мэра Майами, происходит за счет грязной энергии. Интересно, что он не стал требовать запрета биткоина или прогнозировать ему смерть, как это делает та же Джанет Йеллен. Наоборот, он призвал США предоставить чистую энергию для создания майнинговых центров. Для создания майнинговых центров на территории США. Мне одному кажется, что за этими словами скрывается тайный смысл. Мол, Соединенные Штаты должны перетащить одеяло с китайской стороны майнинга на себя. Вполне себе позитивный нарратив для биткоина. И для его холдеров тоже. Мэр Майами очень хорошо относится к биткоину и желает превратить Майами в город криптовалюты. Это отлично, ведь он дает хороший пример остальным мэрам и губернаторам. И чем больше институционалов и правительств идут по этому следу, тем лучше для биткоина. Если виза начинает работать с эфиром, PayPal предлагает своим клиентам операции с биткоином, эфириум, лайткоином и так далее, а мэры крупных городов предлагают майнить биткоин, это означает только одно – розница и граждане получают возможность легко пользоваться криптовалютами. И это делает массовое принятие криптовалют реальнее. Далее цитата мэра Майами. Для крипто-сообщества было бы полезно, если бы мы больше занимались майнингом в США, потому что мы производим чистую энергию, например, солнечную и другую. На мой взгляд, эти технологии сделают майнинг биткоина более эффективным. Уильям Суберг пишет, что еще рано. Имея в виду, что все еще есть возможность инвестировать в биткоин даже по текущим ценам. Есть 5 вещей, на которые стоит обратить свое внимание прямо сейчас. Данные подтверждают, что у биткоина есть много возможностей для роста в этом цикле. Кое-кто говорит, что в апреле биткоин может вырасти до 80 тысяч долларов. Будучи более консервативным, я бы сам сказал около 65-70 тысяч, учитывая то, что PayPal и Visa выходят с такими новостями. Итак, первая вещь, на которую нужно обратить свое внимание сейчас, это, конечно же, акции. Как мы знаем, фондовый рынок в последнее время чувствовал себя не очень, но я думаю, если он будет расти, то и крипторынок последует за ним. Вторая вещь, немножко посложнее. Это зависимость апрельских доходов населения от его же потребительских расходов. Это значит, что в апреле цены криптовалют будут зависеть от розничных инвесторов в такой же степени, как и от институциональных. В Соединенных Штатах, например, у многих семей появилась дополнительная финансовая подушка, благодаря новой финансовой помощи от Байдена и сокращению расходов от карантина. Соучредитель Bitcoin Uncharted предполагает, что часть этих денег может уйти в биткоин. Третья вещь, это индикатор RSI, который показывает, что биткоин готов дать еще больше прибыли. Четвертая вещь, это индекс страха и жадности, который остается спокойным для биткоина, несмотря на его волатильность в последнее время. И, наконец, пятая вещь, это поддержка на уровне 54 тысяч долларов, которая, несмотря на множество попыток ее пробить, до сих пор удерживает свои позиции. Что могу сказать я? Хотя биткоин и эфириум до сих пор остаются лидерами моего портфеля прямо сейчас, я не докупаю их вообще. Все мои операции приходятся на такие криптовалюты, как кардана, лайткоин и другие альткоины, с не такими большими рыночными капитализациями, которые, по моему мнению, имеют отличный потенциал. Именно там я вижу большие прибыли. Поэтому я продолжаю холдить биткоин и эфириум, и одновременно с этим ищу более мелкие криптопроекты, которые, опять же, как я думаю, будут полезными для криптоиндустрии и останутся живыми на долгосроке. Переходим к тому, что кто-то обогнал биткоин. И это не совсем позитивная новость на самом деле, сейчас ты поймешь почему. Ежедневные комиссии, генерируемые сетью Uniswap, превзошли биткоин на 1,7 миллиона долларов. Лидером по объему комиссионных все еще является эфириум. Я слежу за Uniswap уже давно, и ты об этом знаешь, если подписан на мой телеграмм. Ссылка, кстати, в описании. Я надеюсь, что Uniswap 3.0 будет выпущен побыстрее. Именно это обновление направлено на уменьшение комиссий. Комиссии, по моему мнению, это то, что до сих пор удерживает множество людей от пользования Uniswap. Мне часто пишут в личку о том, что комиссии просто конские. И это действительно так. Но я уверен, после запуска Uniswap 3.0 решение с комиссионными будет найдено. И после этого пользователей Uniswap станет больше. Соответственно, сам проект тоже будет расти. В этой табличке мы видим, что эфириум не просто занимает первое место, но еще и в 4 раза опережает Uniswap. Биткоин же находится на третьем месте. Компаунд и Сушисвап закрывают топ-5 самых дорогих ежедневно генерируемых комиссий. Итак, эфириум снова отложил решение второго уровня для комиссионных в сети где-то до июля, а может быть и позже. Этому я уже не удивляюсь, они любят все откладывать. Uniswap 3.0, по словам разработчиков, не будет запущен как минимум до мая. Значит, пока что комиссионные в сети Uniswap остаются высокими. Поэтому на краткосроки я более оптимистично настроен не к эфиру и Uniswap, а к Binance Coin и даже Pancake Swap. Кстати говоря, не часто я рассказываю об этих монетках, надо исправляться. Насчет Pancake Swap тоже есть хорошая новость. Дело в том, что он интегрируется с Binance Smart Chain, что дает нам возможность понять очевидное. Они точно стремятся отжать часть рынка у Uniswap, и это вполне может произойти, учитывая их партнерство с Binance Smart Chain, который даст кейку большой приток ликвидности. Кстати говоря, этот приток очень хорошо видно на этой диаграмме. Где каждый столбик – это ежемесячный объем торгов на Pancake Swap? Есть несколько факторов, которые приводят к росту Pancake, это, например, путешественники из эфириума, точнее перебежчики, которые бегут сети эфириума и ищут сети с более низкими комиссионными. Если мы посмотрим на CoinMarketCap, то увидим, что у Pancake всего лишь 45 место, в то время как у Uniswap – 8. Это означает, что у кейка есть очень много пространства для роста, как минимум 7 иксов он дать в состоянии. Так что, если ты пользуешься Uniswap и устал от больших комиссий, Pancake вполне твой вариант. Может быть, мне стоит записать, как подключить свой кошелек к Pancake Swap и проводить транзакции с комиссиями ниже доллара. Думаю, это будет очень полезный туториал для ограниченного количества людей. Также, я думаю, многие проекты сейчас будут подключаться к Binance Smart Chain и использовать Pancake Swap, и при этом все так же пользоваться Uniswap и эфиром. Очевидно же, тренд в криптосфере идет на мульти-блокчейновость криптовалют. То есть, чтобы криптовалюты были совместимыми между разными блокчейнами. За последнюю неделю, что я болел, также значительно выросли так называемые игровые криптовалюты, или же альткоины, которые используются в игровой индустрии. Я думаю, этот рост продолжится с развитием продуктов этих проектов, с присоединением в индустрию все большего количества пользователей и все большего качества полезности этих продуктов. В моих планах тоже есть видео типа топ-10 альткоинов игровой индустрии, посмотрим. Это будут и уже достаточно крупные проекты типа Engine Coin, Decentraland Mana и другие, которые уже достаточно крупные. И также в этом топе будут и малоизвестные проекты с небольшой рыночной капитализацией. Понятное дело, большими рисками, но также не менее большими потенциальными прибылями. Чем больше риски, тем выше потенциальная награда, и наоборот. А теперь я хочу перейти к тому, что ты так сильно любишь. Это, конечно же, Ripple XRP. Банк Канады собирается использовать технологию Ripple для проведения платежей. Здесь есть небольшое видео, скажем так, шпионское, судя по тому, как оно записано. Почему-то его мало где можно найти, поэтому я решил немножко его популяризировать, насколько это возможно для моих скромных сил. По факту, Банк Канады работает над проектами, которые позволят заработать цифровой валюте Центрального банка. И хотя они все еще испытывают трудности с ее запуском, они хотят быть готовыми к их решению. И мы плотно работаем, в том числе и над этими проблемами. Мы смотрим на такие проекты, как Ripple, на их способы решения и на способы решения других проектов. Мы хотим найти самое лучшее для того, чтобы оно функционировало в Канаде и в глобальном смысле. Чтобы оно было совместимым и глобальным. Ребята, самое интересное, что еще в 2018 году вышел вот этот документ. В котором было сказано, Ripple объединяет усилия с Канадским банком ради нового проекта. Тогда еще не было понятно, что это вообще за проект. Но сейчас... Похоже, что это цифровая валюта Центрального банка Канады. Может быть. Но этот человек под псевдонимом Rich в Твиттере сомневается и аргументирует свою позицию так. Канада говорит о потенциале цифровой валюты Центрального банка и о том, что ей понадобятся смарт-контракты. Ей имеется в виду не Канаде, а цифровой валюте Центрального банка. И далее он добавляет, у XRP нет смарт-контрактов. Что ж, это действительно аргумент. Если только не вспоминать, что Flare Networks как раз таки неожиданно вовремя запускается в этом году. И что ты думаешь предоставляет XRP эти смарт-контракты? Хммм, что ты скажешь на это? Неожиданно вовремя. Кори Джонсон, инвестор, журналист и известный криптодеятель, временно опубликовал очень интересный твит, который сейчас невозможно найти на просторах Твиттера. По крайней мере у меня не получилось. Что он в нем написал, можно найти только на скриншоте, который гуляет по сети интернета. Он написал, я скажу это снова, это важно. На этой ноте хочу сказать как обычно, меня зовут Богатейший Ди. Ставь лайк, если видео тебе понравилось. Подписывайся на канал, телеграм, жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Делись видео с друзьями, комментируй и обязательно богатей. Ты даже не представляешь, как я скучал по этому делу, как я хотел записывать ролики, но не мог, потому что очень сильно болел. Мне надоело болеть, я хочу записывать видео, у меня прямо зависимость. Поэтому сейчас будет очень много контента. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok